Много ударов, загадочных коробок, вот как выгляжу я после пьянки в 30. Только что вышел третий эпизод темной материи, и мне все еще непонятно, что происходит на самом деле. Это видео не пересказ эпизода, скорее гид по важным вопросам сериала. Оставил метки времени, чтобы вы смогли видеть все темы, которые поднимаю. Это без спойлеров по книге, все тут, чистые догадки, и призываю вас высказывать свои мысли и теории. Последнее замечание. Будет различать Джейсона, оригинал с семьей, и Джея, Джейсона-самозванца-работягу. Поставьте лайк и подпишитесь. Начинаем. В этом эпизоде больше узнаем о смерти Даниэлы. Доун из Велосити Лабс должен был доставить Джейсона и Даниэлу целыми. Но когда Даниэла попыталась вызвать 911, она приняла крайние меры и выстрелила. Согласно доктору Аманда Лукас, у Доун история ПТСР за время службы в армии, что может объяснить ее вспыльчивость. В третьем эпизоде мы знакомимся с детективом Мэйсон. Она говорит, что пытается найти Джейсона, но не рассказывает Лейтону зачем. Возможно, потому что Джейсон – главный подозреваемый в убийстве Даниэлы. Человек, пропавший год назад, неожиданно появляется, посещает выставку своей бывшей и находит ее тело, или так, по крайней мере, предполагается. Просто совпадение? Мэйсон делает шаг вперед, связывая Джейсона с другими пропавшими в Велосити Лабс, конкретно с Блэр Каплан. Блэр была первой, кто зашел в коробку и не вернулся. Мы на самом деле не знаем, куда ушла эта Блэр и в какую реальность она попала. Но в реальности Джейсона она успешный адвокат и дружит с Даниэлой. Мы видим ее кратко в первом эпизоде, когда она посещает галерею Даниэлы. Виновный в исчезновении Блэр – Джей – второй, кто входит в коробку. Аманда Лукас сообщает Лейтону, что пропали в целом четверо. У нас четверо пропавших. В ТЧ – Даниэла Варгас. Но затем Лейтон говорит Джейсону, что пропали трое. Так, кто пропал? Трое или четыре? Мы знаем о Блэр, Джейсоне и анонимных добровольцах из Велосити Лабс. Возможно, сделали это неясным, скрыть личности, появятся в будущих сериях. В конце эпизода увидим Джейсона и Аманду в коробке, дверей без предела. Говорит о бесконечных реальностях, куда можно перейти. Ответ – почему никто не вернулся? Как знать, какую дверь открыть? Возникает вопрос, как Джей узнал, какую дверь открыть, чтобы попасть в реальность с Даниэлой. Как он узнал, куда отправить Джейсона? Сейчас видим, как Джей наслаждается захваченной жизнью, соединяется с сыном, заводит роман с женщиной, которую бросил. Джейсон не озабочен деньгами, покупает дорогое вино в ресторане, говорит Чарли, что он может выбрать все. Джей – мультимиллионер, но миллионы не всегда можно перевести из реальности в реальность. Большой вопрос – есть ли у него эти деньги, или он нашел способ обогатиться? Джей приложил усилия, чтобы узнать о жизни Джейсона. Он ведет заметки о его друзьях, изучает семейные видео. Шоком стало открытие о втором сыне – Максимилиане, брате-близнеце Чарли. Сообщите, если я не прав, но, кажется, мы не слышали о Максе до сих пор, не о его существовании. Что случилось с Максом? Он умер, его усыновили. Чарли знает о нем. С нетерпением жду, куда это приведет, и увидим ли мы разные реальности, где появится Макс. Когда Джейсону показывают коробку, мы узнаем больше о ее принципах работы. В сериях 1 и 2 мы узнали о суперпозиции, когда объект существует в двух состояниях сразу. Это продемонстрировано на примере кота Шреддингера, кто на миг становится одновременно живым и мертвым. Но для суперпозиции требуются два условия. Никто вне коробки не должен знать, что происходит внутри. Вот почему ничего, включая излучение и звук, не может войти или выйти через эти специальные сплавные стены. Второе условие. Человек внутри коробки тоже не должен знать, что происходит. Вот где появляется сиреневое волшебное соединение Райана, это фиолетовое химическое вещество, которое мы видели. В первом эпизоде. Это отключает префронтальную кору мозга, делая невозможным осознание собой, создавая такое состояние, как декогерентность. По сути, это ситуация, когда никто внутри или вне коробки не знает, что происходит. Важность этой коробки подчеркивает Лейтон. А если существует другая реальность, где решили проблему бедности или нашли лекарства от рака? Они могли бы перенести эти знания в свой мир. На его взгляд, это оправдывает ложь, пропажи и даже убийства для таинства их дела. Однако Аманда видит все иначе, и в итоге помогает Джейсону бежать из-за чувства вины. Когда Джейсон спрашивает о друге Райане, она говорит, что, по-видимому, Белла Сити могли убить его. В беседе с Даниэлой Джей объясняет, почему он решил пройти такие крайние меры, чтобы найти мир, где он может быть с ней. Он говорит ей, что чуть не попал под машину, что заставило его ценить то, что он ранее принимал как должное. Это ложь. Насколько нам известно, у Джея не было близкого знакомства со смертью из-за машины. Он просто видел, как Джейсон оказался в подобной ситуации. Но это поднимает вопрос, какое значимое событие заставило Джея рискнуть жизнью пойти в кабину, поменяться местами с Джейсоном и украсть его жизнь. Помните, что с того момента, когда было принято это решение, прошло 15 лет, и эти две реальности разошлись? Я, конечно, говорю о Даниэле и о том, сохранится ли их ребенок, Чарли. Объявил ли Джей момент озарения, когда он понял, что сделал неправильное решение, или это было постепенное осознание? Мне также показалось интересным, что мы видим, как Джей входит в куб в этом комбинезоне, который кажется тем же комбинезоном, который мы видели в первом эпизоде, когда он вышел из него. Это предполагает, что видео, которое мы видим здесь, это первый его шаг в реальность Джейсона. Сцена, где мы знакомимся с дедушкой Лейтона, выглядит как подготовка. Мы узнаем, что этот человек основал Velocity Labs 52 года назад и воспитывал Лейтона после смерти его родителей. Я бы не удивился, если он как-то появится в будущих сериях. Я мог бы предположить, что Лейтон войдет в коробку и попадет в другую реальность, где его родители не умирали, или где он вновь встретится с дедушкой. Джейсон и Аманда, не имея куда бежать, бегут в коробку. Интересно, как Джейсон узнал пароль. В первой серии они всегда используют день рождения их отца, но наоборот. Запомните это. День рождения отца наоборот. Доун отрублены пальцы, когда она закрывает коробку. Я мог бы предположить, что это станет важным в будущих сериях, если Джейсону придется отличать между несколькими Доун. Аманда принесла с собой несколько флаконов лавандовой феи, что может означать, что мы будем видеть их путешествия в разные реальности. Светящийся контейнер намекает, что это Джей в первой серии. Проснувшись, они открывают сотни дверей в бесконечном коридоре. Но как они узнают, в какую войти? Или у Аманды есть знания, которых у нас нет, или они пробуют одну из дверей, ведущую к подсказкам, как вернуться в свою реальность? Мы должны ждать следующей серии, чтобы увидеть, что происходит. Что вы думаете о третьей серии? Жду ваших мыслей и теорий в комментариях.